книга открытым оком том 1 вопрос 197 тема смерть скажите пожалуйста вкратце что происходит с душой в первые 40 дней после смерти и как можно помочь умершему в эти дни отвечает игнатий тихонович лапкин наши занятия называются изучение библии по толкованию святых отцов православной церкви на каждом занятии вы присылаете записки с вопросами и по ним можно представить состояние церковной полноты в кавычках так называет и прохиальное управление всех кому в церквах помочили волосы на голове невнятно пробормотали несколько слов но все эти люди живут в мире померзки то есть самые настоящие суеверные язычники ответы вам нужны не мои ибо каждого из людей тошнит от своих мыслей и зачем ему чужие собирает вам нужны и божьи ответы из библии а все остальное и он златоуст называет бреднями пьяных старух ни один сектант никогда не задавал мне такие вопросы ибо они знают что в библии ни одного слова на эту тему не сказано в кавычках православных интересует все что страшит что непонятно о чем слышали нам нужно знать как в этой жизни примириться с богом и вернуться в первозданное состояние человека чтобы в вечности быть со христом и что и как после смерти это просто праздное любопытство о том чего уже нельзя поправить хотя в житиях святых и описано то как душа после смерти проходит 20 метров в течение 40 дней смотри жития феодоры цареградской память 30 декабря жития нифонта память 23 декабря север 27 июля и он симеон 21 июля засима 17 апреля повесть о таксиоте 28 марта василий новый 26 марта и улеан 8 января но подтвердить это из библии мы не можем и поэтому отвечая на эти вопросы я фактически нарушаю регламент и программу своих занятий наши занятия только по библии и ответы только по библии если кто-то не поверит написанному в житиях то претензий к нему не должно быть от православных только бы не придумывал ничего нового помочь человеку умершему можно только молитвой и милостыней и припоминая ему добрые дела притворять их своей жизни как говорит иоанн златоуст послание евреям 13 7 поминайте наставников ваших которые проповедовали вам слово божие и взирая на кончину их жизни подражайте вере их что родилось жило то должно умереть возвестить наказание адама проповедник древнейший по имени смерть нас толкает в глубокую яму о деревьях сказать упадут ли на юг там и будут лежать до гневать свою силу по смерти другим отдают от слона и кита к таракану человек с отходную и тризну прошли начинают творить поминания сарачины года разорения машны мавзолеи оградки и здания нет покоя живым от мощей мертвецов от некрологов и и по эпитафий эпикриз этих лиц как спасти атаков от архивных кладбищенских мафий весь доход под расход только по выискать брод из гиены в небесное царство будут рьяно плести и городить огород индульгенции чистилищ мытарства слышим о божий ответ переходов там нет покаяние лишь в жизни доступно звон кодильно-кандальные лукавых монет повезет всем могильщикам крупно умер пес отхрипел матерщинник злодей откурился пьянчушка и лодырь хуже зверя под беса косил лиходей но раб божий и с верою вроде было море и лжи океан из обмана злодейство злодейский злодей вытворял на поповский язык из чужого кармана из гиенских глубин всем святым якоря чуть прищурившись взглянь мельтешит столько людо на всех тротуарах на сто лет это миг и вокруг не души не младенцев в колясках не старых